Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришёл следующий вопрос. Если после смерти человек попал в рай, гарантирует ли это ему обретение Царства Небесного или необходимо пройти новые испытания? Благодарно услышать ответ. Дело в том, друзья мои, что когда мы говорим о рае, мы подразумеваем, что это и есть Царство Небесное. Мы говорим о Царстве Небесном, мы, в принципе, подразумеваем, что это и есть Царство Божие и что это и есть рай. Эти слова – синонимы. Но если подойти строго догматически, то рай для нас закрыт. Тот рай, в котором был Адам, в котором жила Ева, он закрыт. Там стоит огненный херувим с мечом, никого не впускает. Ну, это детство человечества. Оно закрыто, как для выпускника университета, закрыт детский садик. Он, как бы, может, туда зайти, посмотреть на эти кубики, на эти маленькие стульчики, на горшочек. Ну, да, здорово, было дело. Ну, тут я как-то больше ничему, мне кажется, не научусь. Подозреваю я. И дальше идёт своим путём. Рай – это детство человечества, это детский садик. Должен был дорасти Адам, Ева и человечество в их лице до Царства Божьего. Но, как вы знаете, история пошла другим путём. И новым Адамом для нас стал Господь наш Иисус Христос, как об этом пишет апостол Павел. Мы в него крестимся, в него облекаемся и принимаем плоды его скопительного подвига и становимся частью этого Царства Божьего, которого он глава и которое он есть. Ибо Царство Божие – это ничто иное, как обожжение. Это жизнь человека в Боге. И Бога в человеке. Человек становится по благодати тем, чем Бог является по природе. Вот это и есть Царство Небесное. Царство Небесное – это единство с Богом. И оно внутри нас есть. У апостола Матфея есть некоторое разделение, он более точен в словах «Царство Божие» – это то, что приходит здесь и сейчас в твою жизнь, в твое сердце, которое внутрь есть, которое приобретается в течение земной жизни. А Царство Небесное – это то, что ты уже приобретаешь по окончании земного бытия, по воскрешении тел, жизнь будущего века. Но всё равно эти понятия синонимичны. Царство Небесное, Царство Божие, Рай. Рай для простоты употребления. Так, чтобы долго, много букв не произносить. Но на самом деле из рая мы вышли, Царство Божие мы идём. Адам должен был достичь Царства Божьего, но не достиг. Мы же достигаем Божьей помощи, Божьей благодати. Поэтому не будет никакого перехода между райами и Царством Божиим, потому что это оно и есть. Будет у тех, кто погибает, умирает сейчас, и кого Господь берёт в Царство Своё, он находится в некотором преддверии Царства Божьего. То есть ещё не окончательно в нём, но уже и вне рамок земного бытия, и уж точно никак не в состоянии адских мук. То есть какое-то такое некоторое пограничное состояние, потому что все души ждут воскрешения тел. Потому что человек, он полноценный человек только в двуединстве своих природ. Пророка Ильи какое-то такое интересное состояние. Он в теле находится, вроде как бы в небесных сферах, духовных. Но как, где, каким образом нам это не понять. Ну и не будем углубляться туда, где глаголы неизреченные. Не будем говорить о том, что человеческое ухо не слышало, человеческий глаз не видел, как пишет об этом апостол Павел. Будем говорить о том, что знаем. А знаем мы немного. Ну уж наверняка между Раем и Царством Божиим в просто-простом употреблении разницы нет. Пусть Господь ведет нас в Царство Свое. Помните, что если хотите пожать благие плоды в вечности, то посеять надо здесь и сейчас. И не накладывайте на завтрашний день. Завтрашнего дня может не быть. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...